Спорт – объединяющая сила. В этом уверены работники Балаковского филиала Ауапатит и потому активно участвуют во всех соревнованиях, которые организует для них профсоюзный комитет завода. Особое место в списке спортивных мероприятий занимает традиционная спартакиада, которая в этом году прошла в 20-й раз. Мы себе давно поставили задачей быть общественной организацией с человеческим лицом, быть понятной всем в своих действиях и направлениях. Это одно из наших направлений – это спортивная жизнь предприятия. Понимая, что ждут от нас люди, мы предоставляем возможности как материальные, так и организационные, с тем, чтобы человек почувствовал себя прежде всего успешным. А собственный успех, он отражается, конечно, на производственных задачах. Прекрасный выходной день активные спортивные заводчане решили провести не на даче или на природе, а в физкультурно-оздоровительном комплексе Балаковского филиала Ауапатит. Говорят, что не могут пропустить такой большой спортивный праздник. Мы команда, мы за активный образ жизни, за движение, за жизнь. А дача, еще все лето впереди, мы на ней еще накопаем. Волейбол, дартс, прыжки в длину, силовое двоеборье, плавание, перетягивание каната – в этих дисциплинах пришлось демонстрировать свои силы участникам спартакиады. На старт вышли семь команд. Коллеги по работе на спортивном мероприятии они превращаются в настоящих соперников, давно знакомых, но от этого еще более мотивированных на победу. Все наши соперники, они всегда наступают на пятки, у нас всегда проводишь секунду друг к другу, там несколько очков, и всегда напряжение. Но тем интереснее. Есть определенный прогресс, есть новые люди приходят. В команде есть и конкуренция, и спортивный азарт. Все есть здорово, конечно. Все состязания, кроме волейбола, проходили в один день. То еще и испытания на выносливость. Но участники справлялись со всеми задачами. И после очередного испытания уверенно шли к намеченной цели, желая товарищам по команде не сойти с дистанции. Просто терпение и стойкость и характер. И все пойдет. Хоть и говорят, что главное не победа, а участие, но на этих соревнованиях каждая команда боролась за медали. В итоге третье место завоевали представители цеха производства экстракционной фосфорной кислоты. На втором оказались ребята из серно-кислотного производства. Лидером юбилейной спартакиады стала команда завода управления.